Весело, массово и спортивно. Совсем недавно в Чебоксарах прошла спартакиада студенческих отрядов ПФО. Более 400 участников из 13 регионов собрались в столице Чуваши. О том, как это было, мы и поговорим сегодня. В гостях программы по существу комиссар Чувашского регионального отделения российских студенческих отрядов Олеся Илларионова. Олеся, привет! Добрый день! Ну и первый вопрос. Как прошла спартакиада? Такое массовое событие. Мы его ждали, готовились. Спартакиада прошла на ура, можно сказать так. Мы с нетерпением ждали всех участников из 13 регионов Приволжского федерального округа. Наши бойцы упорно готовились для того, чтобы эта спартакиада запомнилась каждому участнику. Все ли участники приехали, которые должны были? Все регионы практически Приволжского федерального округа приехали. Единственное, Ешкар-Алан не смогла к нам подъехать по объективным их причинам. Вообще, это стала спартакиада самая массовая, скажем так, рекордная даже по количеству число участников. Потому что, если раньше на спартакиады приезжали 10 регионов, то в этом году 13 регионов и более 420 бойцов Приволжского федерального округа. По каким вообще видам спорта ребята соревновались? Ребята соревновались по 9 видам спорта. Это мини-футбол, волейбол, дартс, настольный теннис, интерактивный футбол FIFA 2019. Также у нас было перетягивание каната, нормы ГТО, конечно же, обязательно. И вроде бы я все перечислила. Вообще, какой был самый интересный вид спорта? Где было больше соучастников? Где хотели участвовать? Ну, самый массовый, наверное, вид спорта, это, конечно же, мини-футбол и волейбол. Но самый, наверное, захватывающийся всегда, даже если сравнить с нашей республиканской спартакиадой, да, которая проходит у нас здесь, в Чувашской республике среди бойцов, то лично для меня самым захватывающим видом спорта стал перетягивание каната. Потому что драйв, как ребята тянут друг на друга канат, используя при этом какие-то речевки, какие-то, я не знаю, кричалки, это было просто вообще что-то крутое. Это такой дух захватывающий, просто чувствуешь, что вот прям команда, которая прям ух-ух, это было вообще очень здорово. Знаю, что наши ребята в этом году взяли серебро, такие же результаты были в прошлом году. Вообще, как рассчитывали на первое место, Ляшидаем, были результаты? Ну, конечно же, ребята рассчитывали на победу, конечно же, приложили все возможные усилия, ребята тренировались днями и ночами, в свободное от учебы время, не жалея своих сил, не жалея своего свободного времени. Но вот нам чуть-чуть не хватило до первого места, но наши ребята все равно молодцы, потому что принести Чувашской республике почетное второе место в общекомандном зачете, это тоже достойно. Это вообще здорово. И вот такой кубок, да, ребята, получили? Большой, классный, тяжелый. Вообще, расскажи, пожалуйста, как проходила подготовка, сколько времени потратили, сколько бойцов было задействовано? Вообще, наши чувашские бойцы РСО спортсмены? Ну, конечно же, наши бойцы, когда узнали, что вот мы получили грант, что в этом году спартакиада Приволжского федерального округа пройдет здесь, у нас, в городе Чебоксары, это стало просто вообще бомбезной новостью для всех наших бойцов. Мы принимали у себя здесь. Более 40 бойцов принимали участие в подготовке данного мероприятия. Это и курирование делегаций, это и курирование площадок. То есть ребята тоже так же не спали бессонными ночами, готовили все документы, принимали заявки. Огромное ребятам за это спасибо, за их отдачу и отзывчивость. Вот как раз, да, спартакиада прошла при финансовой поддержке гранта президента России. Ощутимая поддержка, наверное, была, да? Ну, конечно, ощутимая поддержка. Без данной поддержки, наверное, и без поддержки нашей республики, Министерства образования и молодежной политики, наверное, не состоялась бы данная спартакиада, потому что все-таки спартакиада требует именно финансовых затрат. Это и на проживание, и питание в первую очередь. Это вот основная такая графа, куда и пошли денежные средства. Вот как-то планируете еще, может быть, реализовать какое-то направление? Может, у вас параллельно какой-то грант еще реализовывается? Конечно, у нас сейчас параллельно у Чувашского регионального отделения есть грант, который идет, это всегда рядом, в котором направлено взаимодействие работы с лицами, с молодыми людьми с инвалидностью. Вовлекаем мы их в общественную жизнь города Чебоксар и выезжаем в ряды регионов других. Это вот мы побывали в Вишкоролевке, Смедемьянске, съездили на мировой чемпионат WorldSkills в город Казань. Ну, то есть, чтобы ребята чувствовали себя полноценными людьми нашего общества. Ну и, конечно же, мы не будем останавливаться, будем и дальше подавать гранты. У нас река деления уже не первый раз становится победителем фонда президентских грантов. Конечно же, финансовая поддержка нам нужна. Ну и, конечно же, мы планируем организовать здесь еще у себя окружное мероприятие. Хотелось бы провести окружной слет Приволжского федерального округа. Такие грандиозные планы. А вообще, Спартакиады впервые в Чувашии проходят? Впервые проходят в Чувашии. Так-то окружные проекты у нас были, например, трудовые проекты у нас проходили на территории Чувашской республики. Но вот такое самое масштабное, именно по линии российских студенческих отрядов, для нас прошло впервые. То есть сразу вот так вот, более 420 участников к нам приехали. Это действительно прям для нас вау. Ну это успех вообще. Первый раз так масштабно и классно привести, принять вообще такое большое количество участников. Какие вы молодцы. Ну вообще, прошла Спартакиада, на носу звездные карусели. Еще у вас огромное количество мероприятий. Вот о них расскажи, пожалуйста. Да, вот буквально уже на следующей неделе мы отправимся на окружной слет Приволжского федерального округа, где на уровне округа мы будем подводить итоги. Наши ребята будут принимать участие в конкурсах профессионального мастерства. Ну а далее самое, наверное, такое главное событие, которое ждут все бойцы российских студенческих отрядов, это Всероссийский слет, который посвящен юбилейному году, 60-летию студенческих трудовых отрядов Российской Федерации и 15-летию молодежно-общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». И на Всероссийских конкурсах наши ребята также будут принимать участие в конкурсах профмастерства. Так что держим за них кулачки, ведем активную подготовку и надеемся достойно представить нашу республику. Вот как раз как идет подготовка, что уже сделали, что еще предстоит, вообще успеваете в рамки укладывать? Сейчас все наши участники прошли заочный этап, то есть буквально вчера нам огласили результат, что мы прошли в следующий этап. Это очень сложно, потому что даже в заочном этапе бойцам предстоит выполнять различные виды заданий. Это и тестирование они проходили, и эссе писали, и видеопортфолио записывали, то есть тоже это работа. А сейчас ребята уже готовят свои творческие визитки, готовятся дальше к интеллектуальному конкурсу, то есть сидят, начитываются, читают, вспоминают что-то, что-то закладывают себе в голову. И очень радует, что у нас ребята на конкурсе профмастерства будут принимать не из числа даже, скажем так, старичков, а именно новые бойцы, которые первый год отработали свою целину. Мы этому безумно рады, потому что ребятки на самом деле большие молодцы, и вот уже рвутся покорять окружные конкурсы и всероссийские конкурсы. Такая идет бешеная подготовка. Остается ли время у бойцов вообще учиться? Остается, но я думаю, что такая жизнь, она очень интересная. Ребятам она нравится, ребята получают от этого удовольствие. Все-таки, наверное, интереснее жить вот так вот в таком бешеном, скажем, ритме, бешеном темпе, потому что это действительно приносит потом пользу. Для ребят это большой опыт, для ребят это возможность проявить себя, показать себя не только здесь, на региональном уровне, но и уже идти выше, выше, еще выше. Наверное, в таком случае растет количество бойцов, да, с каждым годом? Ну, конечно же, с каждым годом бойцов прибавляется у нас, растут показатели. Сейчас у нас в Чувашском региональном отделении насчитывается более 2000 бойцов РСО, которые работают по разным направлениям. В этом году у нас возродилось медицинское направление, поэтому у нас заработало, так скажем, еще одно новое направление. Развиваемся, растем и процветаем. Какие планы на следующий год, может быть, есть уже по бойцам, по студенческим отрядам? Ну, план на следующий год внедрять новые мероприятия. Мы хотим, планируем запустить конкурс мисс и мистер Чувашского регионального отделения, но и ребята выходят с инициативами, чтобы для них проводилось как можно больше других различных мероприятий. Мы за любые инициативы, если от ребят поступают какие-то предложения, мы всегда готовы поддержать, помочь, выслушать и как-то реализовать совместными усилиями. РСО – это прям такая семья. РСО – это вообще большая команда, это семья, это, ну, я не знаю, где каждый сможет найти себе свое место и реализовать какие-то свои идеи. Потому что здесь ты будешь услышан, здесь ты будешь поддержан, здесь не только ты получаешь свой первый опыт, а это действительно прям большая, огромная, дружная семья под названием РСО. Ну что, Олесь, большое спасибо, что пришла. Удачи вам во всех ваших проектах. А я напоминаю, в эфире программы «По существу» мы общались с комиссаром Чувашского регионального отделения российских студенческих отрядов Олесей Ларионовой. До свидания.